Всем привет! И сегодня снова с вами я, Хеллен, на моем канале о жизни в Канаде, в рубрике готовим с любовью. Сегодня мы готовим вафли. Пришла наша посылка. Мы заказывали вафельницу давно хотела и еще заказали чайник, так как наш чайник, ну даже не чайник, а тельмополь, поломал, он прекратил греть воду. Ура! И это вафельница. И ура! Мы достаем нашу вафельницу. О! Ой, тяжелое. Распаковываем. Наша вафельница паяна. И это вертикальная вафельница. Мне очень хотелось именно вертикальную. Объясняю почему. Потому что никогда у вас она не будет растекаться, не будет выливаться ваше тесто. Вот сейчас покажу. Вот я ее полностью распаковала. Теперь объясняю, в чем преимущество. Мы сегодня обязательно ее попробуем, и вы увидите наглядно. Но вот, она, видите, открывается вот так. Там достаточно пространства. И заливаем вот сюда. И у вас никогда не вылится, не перевернется, что происходит с горизонтальной вафельницей. Как, например, когда вот так. Это стоит вафелька. И вы тогда заливаете сюда. И когда вы закрываете, вечно по сторонам вылазят излишки теста. В вертикальном случае этого не произойдет. Вы сюда зальете ровно столько, сколько необходимо для приготовления вафли. Потом, загорается индикатор зеленый, что вафелька готова абсолютно. Вы открываете, и все. И у вас 4 вафельки готовы. И вы выставляете, на какой уровень румяности вы хотите сделать. Итак, посмотрим. Вы уже видели распаковку этой вафельницы, которую я получила. Я такая довольная, так долго не мечтала, выбирала, какую мне хотелось. И, наконец-то. Так вот, мы экспериментировали несколько видов рецептов. И остановились на творожных вафельках. Это самые классные. Наименьшее количество муки используется при этом. Также можно сделать и обыкновенные классические венские. Или бельгийские еще называют. Но это в следующий раз. Сегодня мы делаем творожные вафли. Этим рецептом с нами поделились Лена и Саша. Большой вам привет и за это спасибо. Потому что рецепт очень классный. Сколько раз мы к ним приезжали в гости. И всегда они делали эти вафельки. Но не только это, конечно. Вообще, очень классно Лена готовит. Но вафельки, это вот такая изюминка, как сырники. Итак, нам понадобится творог, яйца, масло, оно у меня уже такое мягкое-мягкое, разрыхлитель и мука. Сахар, соль по вкусу. Кидаем 100 грамм размягченного масла сюда. 4 столовые ложки. Вот так. Сразу разминаем, потом миксером будем размешивать. Щепотку соли. Вбиваем 4 яйца по одному. По одному яйцу вбиваем. Сразу мешаем. Четыре яйца и сейчас будем добавлять творог. Творога я буду добавлять где-то 200-250 грамм. Разбить в крупные куски. И... Я включила. У нас тесто почти готово. Я включила на прогрев вафельницу. Это пару минут занимает. И доделываем тесто. Пол чайной ложки разрыхлителя. Это на одну порцию. Так как у нас две, то я делаю как бы целую. Вот так вот. Чуть меньше, чем столовую. Муки. И хорошо перемешиваем. Так как творог у нас крупнозернистый, то я еще погружным блендером хочу его измельчить. До более кремообразного состояния. Чтобы легко тесто в вафельнице растекалось. Вот тесто наше готово. Вот такая консистенция. Сейчас попробуем. Если будет густовато, тогда я чуть-чуть может докапну молока, чтобы было более жидкое. Сейчас посмотрим, как будет проходить. У меня вертикальная вафельница. Поэтому мы загружаем сверху. Открываем. И вот наши красивые вафельки. Вау! Запах такой. Вот творог, конечно, добавляет. Вот этой вот аромата такого. Ну и вообще творожное тесто ничем не сравнится. Потом хвостики эти обрежем. И получаются прекрасно мягкие. Вот как сырнички они прям вот вафельки. Приготовились наши вафельки творожные. Вообще этот рецепт изумительный. После того, как вы попробуете хоть один раз сделать творожные вафельки по этому рецепту, вы другие никакие не захотите. Будь то бельгийские, венские или еще какие-то. Вот реально это настолько классно. Мы перепробовали столько рецептов, когда искали тот, который наиболее нам понравится. Но вот этот, это идеальное сочетание всех продуктов, это то, что самое-самое вкусненькое. Еще раз спасибо Саше и Лене за этот прекрасный рецепт. Подавать вы можете с чем угодно. У меня здесь с абрикосовым сиропом. Конечно, будет классно с нашим канадским любимым кленовым сиропом. Можно со взбитыми сливками. Вот мы по утрам часто блины едим со взбитыми сливками. Вот Мишка, Мишка. Вот уже как раз, да, любитель сладенького. Вот, и со сгущенкой, с нутеллой, с любым джемом. Пробуйте, смотрите, классический вариант со сметаной тоже. Ну, пальчики оближешь. Но я очень надеюсь, что вам понравится этот рецепт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока!